Привет, друзья! Сегодня у меня в гостях в прямом эфире Инстаграма Борис Надеждин. Политолог, депутат, преподаватель. Сейчас я налажу с ним связь, и мы начнем разговор. Вижу и приглашаю. Как слышно, прием. Сейчас я налажу устройство. Нормально слышно. Превосходно, Борис Борисович, здравствуйте. Привет. Я думаю, что вас... Светом поиграю. Вот так нормально, да? Да, я вас хорошо вижу, хорошо слышу, отлично. Даже без наушников. Значит, я должен предупредить, Инстаграм – это часовой эфир. Тут четкий регламент, он просто обрубается, и все. Поэтому, собственно, я буду иногда, наверное, вас прерывать. И у меня довольно жесткий тайминг, поэтому, в общем-то, если возможно, мы как-то будем довольно округло, но кратко общаться. Нет, не обязательно что-то там торопиться. Иногда у меня не заканчиваются вопросы, и мы, как говорится, переносим их на какой-то другой период. Но, в общем, я должен был предупредить. Значит, первый вопрос, который меня беспокоит всю неделю. Кто писал вашу страницу в Википедии? Понятия не имею. Значит, я, честно, не знаю. Я, когда мне сказали, что она есть, эта страница, я с большим интересом ее прочел. Она, конечно, написана, с моей точки зрения, безобразно. Кое-что я там, значит, исправил. То есть я официально написал куда-то, каким-то людям там, что-то написал. Говорю, слушайте, вы тут, ну, явно, я не про оценки говорю, про фактуру. Они перепутали там моих жен, детей, там у меня сложная, так сказать, личная жизнь была. Но они исправили, да. То есть жену указали правильно, и что дети, значит, от правильной жены тоже правильно указали. А всякие политические оценки, я за них не отвечаю, мне, честно говоря, все равно. Ну, это хорошо, потому что она такая какая-то корявая, я уже думал, наверняка не его он писал. Не его стиль. Нет, я писал. На мой взгляд, там написано очень много и подробно про какие-то совершенно несущественные вещи в моей творческой деятельности какие-то, ну, а про какие-то важные, наоборот, не написано, но не думаю, что это... О, моя дочка присоединилась. Привет, Настя. Так. А вот так ей можно вот так вот всем махать тут. Мы просто находимся с ней на самоизоляции в разных городах, поэтому мне приятно, что она вот сумеет посмотреть. Я думал, вы скажете, в разных комнатах. Это было бы прикольно. Нет, к сожалению, в разных... В разных субъектах генерации. Ну, вот вам машут и говорят привет. Наверняка вам, потому что человек мне незнакомый. Привет, привет, Надежда. Значит, у меня вопрос, так сказать, да мы сейчас уйдем в экскурс в прошлое. Проект «За чистую власть». Меня давно беспокоит вопрос, что это было. Давайте вы просто вкратце расскажете для зрителей, потому что вообще, в принципе, когда я говорил про этот конкурс, про этот проект, про этот тренинг, я даже не знаю, как его обозвать, потому что это все в одном. В общем, недоумение разводит руками, что это было, вообще расскажи поподробнее. И я там как-то на своем птичьем. Давайте мы наших зрителей познакомим с этим явлением. Что это был за проект? 2012-2013 год, чтобы было понимание. Это какая-то уже там, наверное, пятая или шестая реинкарнация была этого проекта. Тут надо начать гораздо раньше. То есть первый такой проект был запущен в 98-м еще году. Назывался «Золотой кадровый резерв России». Делал я его вместе с Сергеем Кириенко. В ту пору нас с ним выгнали из правительства Российской Федерации. Он был премьер-министром. Мы искали, чем можно, какую пользу Родине привести. Хотя мы были сами очень молодые люди. Мне тогда сколько было? 35 лет ему тоже, да? 98-й год. Но уже там много чего достигли. И мы решили, что пора свой опыт передавать кому-то и как-то стимулировать молодых. Мы провели первый такого типа конкурс в 99-м. Да, в 99-м году. Назывался «Золотой кадровый резерв России». Конструкция была примерно такая же. То есть отбирали по анкетам, по ответам на вопросы, собеседованиям людей, которые, как нам представляется, имели потенциал. А потом их погружали в организационно-деятельностную игру, которую, собственно, все эти конкурсы вел Сергей Валентинович Попов, которого, собственно, вы и в Волгограде видели, да? И его команда. Любопытно, что уже как бы тренерами были те, кто вот в том проекте, в первой реинкарнации участвовал в качестве конкурсанта. Тот же Денис Волков, наверное, помнишь, да? Не то, что помню. Я должен, наверное, рассказать. У нас как бы было продолжение с Денисом Волковым. Мы неплохо общаемся. Он приезжал в Волгоград, презентовал свои проекты по поводу дому. Да-да-да, и, в общем, это очень интересный человек сам по себе. Вот. Ну, я продолжу. И вот с тех пор я много работаю с молодежью. В нулевые годы, значит, этот проект шел под вывеской «Кадровый резерв московского региона», и просто у меня не хватало ресурсов, собственно, на свои деньги все это делал. И он был только для жителей Москвы и Подмосковья. Дальше как бы я не пролезал. И через этого типа проекта прошли, на самом деле, тысячи молодых людей. Потом там много чего могу рассказывать. Потом та же команда Сергея Попова, значит, я ее привел к Суркову в администрацию президента, и оттуда появился проект «Лидеры России». Такой был. Это не путать с нашими. Это все было тоже на полдень. Это нулевые годы. Это Сурков этим занимался. Вот. А потом, соответственно, в одиннадцатом или в двенадцатом году я получил грант президентский на этот проект. И уже его следующая реинкарнация, грант позволил расширить географию. Я его за пределы, так сказать, в Москве и Подмосковье вывел и в ряде регионов провел. В частности, вот Волгоградская область там была, значит, Череповец, это Вологодская область была, там еще где-то. Ну, в общем, как-то... Ну, я так на скидку. Ярославль там, да. Ярославль, да, да. Вот. И это был тринадцатый год. Смысл проекта был следующим. Вправить мозги молодым людям, у которых есть потенциал к общественной деятельности. Не обязательно, боже упаси, политики там речь не шла впрямую. Хотя, кстати, многие пошли в депутатах потом под моим влиянием, видимо, из этого проекта. Кстати, многие, многие ребята, которые... Ну, слушайте, когда мы начинали это делать с Кириенко, и этим ребятам было там двадцать лет, условно говоря, да, сейчас-то им уже, страшно сказать, за сорок. И они уже занимают важные посты. Достаточно многие известные люди там, ну, которые сейчас большие начальники в этом проекте участвовали. Вот. Ну, и, соответственно, смысл еще раз в том, чтобы просто молодым людям править мозги, правильно научить конструировать свою судьбу, грубо говоря, если так просто говорить, да, учиться анализировать свои ходы там, рефлексировать, работать в команде и так далее. И этот проект реально, я считаю, всходы дал большие, потому что, еще раз говорю, через него прошли несколько тысяч человек из них, ну, по крайней мере, там, да вроде даже я сейчас вот посмотрел, волгоградские ребята, там человек пятнадцать было, мальчиков и девочек, да, тогда, в тринадцатом году. Из них, ну, скажем так, многие вполне себе продвинулись там в медийной сфере, в бизнесе и так далее, насколько я так сумел посмотреть. Ну, Фейсбук хорошая штука, там большая часть участников конкурса ко мне в друзья записаны, и, собственно, у меня таких вот, ну, сотни там друзей. Ну, надо еще отметить, вашу активность надо отметить в Фейсбуке, то, что вы получили. Ну, мне так удобно, это моя среда, мое поколение, в меньшей степени я в Инстаграме почти, ну, так. Это уже вот моя дочка в Инстаграме, а я вот все больше в Фейсбуке. Ну, еще, конечно, в Одноклассниках, но это, я даже про это говорить страшно пользователям Инстаграма. Да, я есть в Одноклассниках, да. Ладно, я никому не расскажу. То есть, у меня вот этот вопрос, он на языке крутится. В 2012-2013-м вам дали грант, и у меня ощущение, что был какой-то запрос на это. Ну, я имею в виду со стороны власти. Вот, значит ли... Ну, честно говоря, грант мне дали только потому, что я хорошо справился с... Ну, это, опять же, вот, ну, чего дали грант? Понятно, что сейчас, кстати, процедура выдачи грантов стала более такой, как бы, прозрачной, конкурентной и так далее. А тогда просто уже Сурковой не было, я к Володину пришел, который тогда сидел на этом месте, где сейчас сидит Кириенко, значит, в Кремле, вот, и сказал, что вот надо мне тут у меня по итогам разных выборов большие там финансовые проблемы, я уже сам не тяну финансировать такие конкурсы, дайте мне денег. Мне дали, кстати, один из самых больших грантов, тогда 11 миллионов рублей. Ну, по конкурсу, как бы, там, понятно, заявку писал. Это интересное объяснение, на самом деле, потому что я думал, там это просто какая-то программа, да, кто-то на самом деле задумался, нужен кадровый резерв и все такое. Ну, там, на самом деле, тогда параллельно я в другом проекте участвовал, где заказчиком действительно был Кремль, это проект за чистую власть, ой, за чистый выбор, не путайте, вот ваш проект был за чистую власть, но за чистый выбор, просто название было придумано и, так сказать, под одной, как бы, конструкцией шло, и это был другой проект, связанный с наблюдениями на выборах. Это была реакция на события 2011 года, когда были масштабные фальсификации, помните, Болотное, там, мы все ходили на эти митинги, поклинали Чурова, там, восставку, пародатый волшебник, там, 146%, это все оттуда пошло. Тогда Кремль действительно, администрация президента, вот, собственно, с Володиным все эти разговоры шли, была заинтересована в том, чтобы выборы следующие были более честные, но они сами, на самом деле, реально, люди из Кремля, на самом деле, не понимали, что происходит в регионах на выборах, это чисто и правда. Вот реально понимали, как делаются выборы, в том числе в вашей Волгоградской области. Вот, соответственно, но, тем не менее... То есть мы сейчас, вы понимаете, застрим внимание, то есть они не то, чтобы не спускали разнарядку, они даже не знали, как получаются эти результаты? Не понимали. Совершенно не понимали. То есть я могу про это долго рассказывать, потому что наблюдением за выборами – это один из таких моих задач всей моей жизни. Я участвую в выборах с 90-го года. Вы можете себе представить? С 90-го года. Да, мы сейчас поговорим об этом, да, это есть вопросы. Я все так увидел, да. И это одна из моих таких больших историй. Я и продолжаю заниматься и сейчас. Буквально, не знаю, каждые выборы, вот куда я могу дотянуться, там, к Подмосковью. Я ставлю наблюдателей, там, воспитываю комиссии. Меня поэтому очень любит Центр-разбиркоми. Я там все годы был членом всяких экспертных советов и так далее. Ну, вообще, потому что я писал избирательное законодательство российское в начале нулевых вместе с Вишняковым, за Острожный. Поэтому меня там знают, как бы уважают. Вот. И возвращаясь к этой истории, на самом деле проект был основной для Кремля за чистые выборы, то есть это вот наблюдение, да. Но под это дело я, как бы, отгрыз кусочек денег еще и на проект за чистую власть, в котором вы участвовали. Который уже чистый мой проект был. Это удивительно, вот это вот финансирование за чистые выборы, когда они... Ну, в общем, не будем об этом. Я могу про это просто рассказать. Я вам клянусь. Вот администрация президента, она вот многие думают, что там сидят какие-то люди, которые там управляют. Ну, слушай, да, дьяволы, которые управляют выборами, это просто в режиме. Вот поверьте мне, поверьте мне, я участвовал в этих совещаниях. Каждые выборы администрации президента, что при Володине, что при Кириенко, громко кричит. Главное, чтобы была легитимность, чтобы не было скандалов, не было фальсификаций. Чистая правда. Чтобы не было все легитимно, без скандалов, там чисто и так далее. Есть одна проблема. Параллельно есть другой отдел, который ставит задачи по рейтингу «Единой России» и губернаторов. И вот, а дальше происходит следующее. Бедный губернатор, вот с одной стороны, ему говорят, чтобы не было скандала, все честно, с другой стороны, надо добиться результата «Единой России». Как бы, да? И вот тут и начинаются разные нюансы, там, задания районам, угроза главам местным и так далее. Но это такая отдельная история. Это Россия. Это Россия. Поэтому сама администрация президента слабо понимает, что происходит на региональных и местных выборах. Вы с 90-х в политике и, собственно, баллотируетесь. С 90-го. С 90-го, да, да, давайте уточним. С начала 90-х и, да. Вот прям даже срок в 89-м. То есть моя компания первая в 89-м году. Вы стоите у истоков, собственно, всей этой избирательной системы, описать избирательные правы. А вопрос у меня в связи с этим такой. А когда политика была интереснее? Тогда или сейчас? Ой, что вам сказать? Ну, сейчас нет никакой политики в том смысле, в котором она была в начале 90-х. Просто нет, она кончилась, к сожалению. То есть представить себе, что у вас, помните, у вас там, значит, был губернатор Шабонин, потом Максюта в Волгограде, да? Они реально конкурировали на выборах. Реально. Ну, вы, может, не помните, вы молодой. Они реально конкурировали. То есть как бы были... Скажем прямо, я приехал сюда, когда Максюта был, потому что я не видел этих конкурентной борьбы, но я слышал, наслышан. Максюта, на секундочку, был членом какой партии? Не единой России совсем, да? КПРФ. Ну, естественно, да. И было время, когда политика действительно была политикой. То есть никто не мог предсказать, кто выиграет выборы, Шабонин или коммунист Максюта. Победил коммунист Максюта. Вот такая интересная история. Сейчас такое представить практически невозможно. И все ваши последние губернаторы, и Баженов, и нынешние Бущеров, они, ну, варяги, да? Насколько я знаю их биографии, они в Волгограде первый раз появились, собственно, когда выяснилось, что они будут губернаторами, да? Поэтому, да, это не совсем политика. Я вообще Волгоградскую политику неплохо знаю. Так получилось, что я лично знаком с некоторым, с большим количеством местных политиков. Женя Ищенко в одной школе учились там, но он чуть помоложе. Потом в доме сидели. Роман Гребенников тоже, да, там, ну, кто там. И Рогусева тоже, да, вот ваш мэр у Волгограда была. Вот сейчас запятат Госдумы. То есть как-то так получилось, что я многих знаю и примерно представляю, как тут все устроено. Вот. Так вот, это не политика, которая сейчас происходит. Это другое немножко. Главное, как бы, что, ну, вот, губернатор, он откуда берется? Его из Москвы присылают, правильно? Благодарный волгоградский народ его утверждает, там, подавляющим жестом голосом. Точно так же с мэром Волгограда. Откуда он берется? Его люди выбирают в Волгограде? Нет. Его конкурсная комиссия, то есть привозит губернатор, ну, поскольку Волгоград миллионник, он согласовывает еще в Кремле. Вот мэра моего долгопродного в Кремле не согласовывают, а мэр Волгограда согласовывает. Большой город. Вот. Значит, соответственно, это немножко другая история. Это не политика в смысле конкуренции. Это политика в смысле разруливания конфликтов. Это другая. Это тоже, как бы, политика, но она другая. Народ в ней практически не участвует, к сожалению. Я считаю, что это плохо. Нет, это без сомнения. Мне было просто интересно. Вы, как говорится, тут, если называть своими словами, динозавр политики российской. И, в общем-то, можете сравнить, да, по состоянию. Можно отвечать на наш вопрос конкретно? В 90-е годы был бардак, но было интересно. Во! Результаты вы не показали. Сейчас порядок, все, киждогладь, все там. Результаты выборов известны заранее. Понятно. А это деморализует. Не так интересно. Это менее интересно, хотя бывают исключения. Я вот у себя в Долгопрудном победил на выборах местного совета. Там даже лучший результат показал одной хорошей партии, которая мне благословила. Справедливая Россия. Лучший результат вообще на всех выборах, которые были в Подмосковье, больше 20%. Но, да, меня не хотели видеть, конечно, местные единороссы. Но вот... Волгоградах это малореалистично. А у нас какая-то особая политика? Вы просто упоминаете Волгоград уже неоднократно. Есть какие-то особенности? Вот это я просто мимоходом... Есть, я могу сказать. Особенность... Ну, я так скажу. В 90-е годы, конечно, Волгоград был красный пояс. То есть голосовали больше за коммунистов. Ну, там, губернатор был коммунист и так далее. Сейчас это стерлось, вертикаль все здесь довольно жестко держит. Но у Волгограда еще есть одна особенность. Здесь же огромная текучка мэров и губернаторов. Ну, проще говоря, у вас очень часто меняются губернаторы. Там прямо вот на удивление быстро. И мэры Волгограда тоже. Там, ну вот, я не знаю... По-моему, там только Гребенников последний, который был много лет мэром. Не знаю, сколько он был там. Лет пять, наверное. А потом дальше просто все быстро, 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 быстро. И это связано с тем, что в Волгограде традиционно были очень сильные силовики. Грубо говоря, каждый губернатор или мэр, который пытался там поспорить с ФСБ или с Следственным комитетом, быстро у него начинались проблемы у бедолаги. Вот. Интересно, что вы думаете, что... Да, вы про Музраева сейчас. Ну, в том числе, да. Все понятно. Вы были заместителем Немцова. То есть, я так понимаю, общались много. Какой он был человек? Ну, я, знаете, это... Да, история такая. Ну, очень много лет, большой кусок жизни, 10 лет практически, Борис Ефимович был моим, и мало того, что другом близким, он был моим непосредственным начальником. Когда я работал в аппарате правительства, он был первым вице-премьером, я был его советником. И потом в Думе, и в партии тоже, да. Он был моим, ну, таким непосредственным начальником. Вот. И, соответственно, конечно, человек выдающийся. И это вот тот самый случай, когда, вот что называется, вот как бы сказать-то, вот оставалась бы политика такая, как в 90-х открытая, либо была бы политическая система, похожая там на, не знаю, американскую, да, он бы там, конечно, всех порвал и вылез, потому что человек был фантастически харизматичный, близко никого поставить не могу, межплощем. Фантастически харизматичный, для него политика, публичный, вообще разговор с людьми был такой стихии. Он абсолютно с любым человеком находил общий язык. С любым, абсолютно. Я помню, как шахтеры стучали касками у Белого дома, мы с ним выходили, через пять минут шахтеры его любили, да. То же самое было со всеми, абсолютно. Красивый, сильный, умный, харизматичный. Ну, вот страна в конце 90-х как бы наелась вот этого бардака и свободы, захотелось порядка, вот получили Путина, все стало совсем по-другому. И такие люди, как Немцов, к сожалению, просто, как это сказать, были не востребованы страной вот в этот момент времени. Увы, это так. Очень жалею, что не поговорил с ним как-то лично, потому что мне всегда было интересен он как человек, просто не как политик. Политика – это раз маску надел, ты политик. К сожалению, я не могу не сказать, к сожалению, его очень сильно, про него много было разных сплетен, мифов. Да, то есть сейчас оптика разделилась, одни демонизируют, другие превозносят. Где середина, непонятно. Ну, знаете, он был, вы знаете, я так скажу, он был человеком абсолютно открытым, очень умным, очень, кстати, квалифицированным реформам важных там, да, даже в той непростой ситуации, когда были много чего могу рассказывать там, но именно при нем там удалось хоть какие-то там порядки навести в естественных монополиях, я в этом участвовал, «Газпром», там, «Транснефть» и так далее, заставить их хотя бы платить налоги государству российскому. Вот. Но при этом у него было много такого, что в другой среде было бы плюсом, а у него было минусом. Например, он очень любил женщин, был такой красавец там и так далее, да, вот как бы в ситуации, в одной это был бы плюс, но вот в наши это тут же сразу там пошли истории, там, плохой семьянин, все такое, ну, белые штаны опять же. Он такой был, свободный человек, он ритуала не любил. Но вот опять же из этого сделали большие проблемы. К сожалению. А потом он Путина, Путина он страшно не любил очень. Но за это, я так думаю, в том числе и за это так его жизнь сложилась. Вы любите власть? Что это было? Власть. Власть. Вы жаждете власти? Да, боже упаси. Я спросил, почему. Вот все-таки, как говорится, хронический депутат из 90-го. Да, это дежурное. Да. И тут у меня вот вопрос такой личный. Вот что для вас власти? Вообще вы ее хотите? Это связано, то, что вы делаете, связано с тем, что вот есть власть? Я вам могу честно сказать, власть меня абсолютно никогда, как таковая, не взбуждала совсем. Хотя она была. Я на секундочку занимал должности там, ну, на местном уровне был там, сейчас бы это сказали, вице-мор города. Тогда было называлось зампредставитель горсовета. Я был депутат Госдумы. Я был там один из лидеров партии нескольких. Я был помощник, премьер-министр Российской Федерации. В рамке практически вице-премьера. Потому что тогда в правительстве Киренко было всего три вице-премьера. Значит, собственно говоря. И я реально делал работу вице-премьера. Провел совещание с министром. На секунду. Поэтому этого добра у меня хватало. Я наелся, но я никогда власть не была для меня самоценностью. Вообще вопрос, как я попал в политику, он такой тоже интересный. Я вот сейчас правду расскажу. Мне многие уже не верят, это чистая правда. Итак, 89-й год. Ну, сами понимаете, Советский Союз дышит наладом, все плохо. А я уже такой, в принципе, довольно богатый человек. Я в 87-м году кооператив зарегистрировал. Там один из первых в Подмосковье. Интеграл назывался. У меня заработал кучу денег. И через кооперативы я стал общаться с советской властью, со сполкомом, увидел, как все там так не очень. Я вам клянусь. Я в 89-м году, когда Горбачев объявил выборы, вот эти первые конкурентные, я пошел в депутаты местные, в Долготрудинске. У меня была следующая мысль. Вот честно, клянусь. Вот у меня в жизни все хорошо, денег я заработал. Я думал, что мне хватит на всю жизнь, но здорово положил их всех в сберкассу советскую. Это отдельная история. Они потом все исчезли. Хотя их было много. Вот. Значит, я думал так. Я вот сейчас стану депутатом вместе с своими друзьями. Мы там захватим власть в отдельно взятом городе. Годика за два, за три наведем порядок, будем жить как в Европе. А тогда советский человек думал, что вот сейчас еще чуть-чуть, и сразу будет колбаса, все хорошо, а тут коммунистов надо прогнать. Вот. И я так честно думал. Я честно думал, что вот я два-три года занимаюсь вот этим, а потом, значит, вернусь к своей любимой теоретической физике, там, для собственного удовольствия буду решать, там, уравнение Шевенгера. Вот. Значит, термоядерные всякие проекты развивать. Но что-то пошло не так. Что-то пошло не так. И оказалось, что задача наладить в России, матушке, нормальную жизнь, она вот извилистая, сложная, непростая. И вот до сих пор, до сих пор, как мне кажется, мы немножко еще не наладили. Хотя стало заметно лучше, чем было в конце советской власти. Значит, мотивация осталась прежней. Мотивация была реально такая. То есть сейчас вот наладим жизнь и вернемся к мирным делам. Ну вот застрял. Пришлось там, кстати, в Госдуму, там, правительство поработать и так далее. Ну, что вышло, то вышло, что нет. По-разному. Это интересно. А сейчас мотивация, а сейчас мотивация уже другая. Сейчас мы, сейчас уже как бы, ну, я уже был, я уже сидел там в Белом доме, вертушки были, там, прямая связь, там, зловой администрации, с премьер-министром, с президентом, правда, не было, врать не буду. Не такой большой был важный. Вот. Там всякие федеральные номера, мигалки, все это уже было, госдачи, что там еще, какие там, ради чего, значит, но все это было, это не так интересно. Сейчас скорее, скорее движет, во-первых, желание все-таки передать что-то такое, вот что-то такое понял про жизнь, про страну. Я поэтому все время лекции читаю, с молодежью работаю, вот проект «За чистую власть», в том числе был про это. Надо же кому-то передать что-то. Может, у вас больше получится, лучше. Вот. И вторая причина, я честно, я вот все 90-е, я думал, что я сейчас наиграюсь в советскую власть и вернусь с занятием там наукой и так далее. Я это откладывал, а в какой-то момент, когда мне сказали, а что ты докторскую не пишешь? А мне было уже лет 40, наверное, да, уже. Это уже был там, я уже в Думе депутатом государственным был, и тут я понял, что все, поезд ушел. Вот он реально ушел. То есть 40 лет, когда мне стало, я был депутатом Госдумы, я понял, что я уже, уже все, наука уже все, она ушла вперед, я уже не ученый, у меня уже на лбу написано там депутат, либерал там и так далее, я уже, уже все. То есть в следующей жизни все-таки вот займусь теоретической, в следующей жизни, да, а в этой уже не успею. ток-шоу. Вы маячите практически на всех ток-шоу. Как это вообще происходит? Я даже не буду спрашивать там, в общем, что там творится на них. Вас вызывают туда, или это какая-то ваша инициатива? Знаете, это удивительная история, сейчас я расскажу. На самом деле, это все вот оттуда, от 2011 года. Значит, история была такая, ну, это ж долго рассказывать. Короче говоря, поскольку я тогда с Кремлем сотрудничал, с администрацией президента в 2011 году, вот эти проекты все там, они поддерживали за чистые выборы, за чистую власть и так далее. Я, естественно, значит, решил с этого что-то получить хорошее. Да, я вот тоже пришел, тогда, тогда был Олег Морозов, точно, Олег Морозов был главой управления политики, точно, а Володин был зам, как вот сейчас зам АПК Кириенко сейчас. И говорю, вот я такой хороший, я тут все проекты хорошо сделал, вот, я говорю, мне, собственно, две вещи нужно, две вещи нужно. Ну, типа, я ведь хороший, давайте для меня что-нибудь хорошее сделаем. Первое, говорю, мне нужно место в Государственной Думе, ну, тогда это уже вот такая была политика, да, то есть я пришел, не то, что я говорю, дайте мне мандат, я сказал другое, вот у меня есть свой округ, я там избираюсь с 90-х годов в Долгопрудной окрестности, давайте я по этому округу стану депутатом, не в том смысле, что вы меня назначили, а в том смысле, что вы туда не поставите какого-то важного единоросса, который, значит, всех заставит за нем проголосовать. И второе, сказал я, а я вот хочу в телевизоре быть, ну, просто, чтобы, как бы, ну, да, вот так было все. Самое интересное, это был 11-й, нет, не 11-й, 13-й год, вот как раз проект, в 13-м году был. И мне сказали, Борь, не вопрос, ты хороший парень, мы тебя знаем, любим такой оппозиционер, но такой конструктивный, окей, все, вот тебе телевизор, там будешь участвовать в этих передачах, пожалуйста. Вот. И округ Госдуми, не вопрос. Дальше все пошло опять не совсем так, а именно, мне в округ поставили Ирину Роднину, великую фигуристу, специально привезли из Омска и поставили в мой округ. Но это уже губерния это как бы делала, потому что, ну, долго рассказывать, но в общем, свои там игры были. Короче, с этим меня, ну, надули, если можно так выразиться, обещали, что округ будет, но поставили Роднину, у Роднину нельзя выиграть выбор, невозможно, она великая фигуристка, это как у Тау Пугачева, да, какой она политик не имеет значения. А вот с телевизором получилось, а дальше уже все начальники сменились, но договоренность была в 13-м году. Все телевизионные сменились, кремлевские сменились, а я как-то уже вроде там остался. Удивительное дело до сих пор вот как-то уже так и получается. Я, понять, я честно скажу, несколько раз я пытался как бы соскочить, потому что у меня мотивация быть телевизором связана была с выборами. Ну, понятно, я периодически баллотируюсь в Госдуму, губернатором и так далее. Да, ну, этот ресурс. Потом мне это надоедало до смерти, но оказалось, что это мне говорили редактора передач, что как-то вот вообще все это напоминает сериал. Все эти ток-шоу, сериал. И вот я такой, Дон Петро, должен быть Дон Петро, вот он такой, Дон Петро, ну, какой-то образ. И когда Дон Петро куда-то ушел, я говорю, слушайте, я не могу, сил у меня нет, я тут преподаю, у меня тут студент, ну, я просто устал. И тут же зрители говорят, а где Дон Петро? Как так? Был Дон Петро, он висел сериал, и где Дон Петро? И мне сразу там вообще там, в общем, аргументы разные использовали, в общем, уговорили. Уговорили. Слушай, я почему спросил? Видно, что мочат, любя. Ну, там вот есть такие, которых прямо по лощу тот и до. Надежда сидит, аккуратно его могут потихонечку, потихонечку рубить, но действительно берегут Дона Петро. Да, я вам объясню, потому что я по своему темпераменту человек не злой, мягкий, добрый, такой, реально, я вот, я вот как бы ругань, мат, там, проклятие, слюна, это не мой стиль. Я такой спокойный, ну, я ученый, вообще по жизни я советский ученый, да, то есть человек такой, ну, вот не хулиган, не из питерской подворотни, наоборот, из долгопрунинского фестива. Вот, поэтому меня как-то, меня как слону дробина, то есть на одних орут, они начинают там заводиться, драку лезть, я сижу спокойно, потому что я знаю, что я прав, я спокойно излагаю свою точку зрения, и по всей вероятности я как-то вот какие-то, какую-то нишу занимаю вот этого самого Дона Петро, которого вот он должен быть, вот уберите Дона Петро, и интрига пропадет, знаете, вот, вот должен быть Дон Петро. Хороший, хороший ответ, да, это исчерпанность. Это сериал, это сериал, кроме шуток, вот, я уезжаю куда-то, вот на рыбалку, через Волгоградскую область, каждый год несколько раз, кстати, езжу на Луну, на 2-3 недели уезжаю, и редактора начинают впадать в истерику передачи, кошмар, ужас, вот некого, вот, ну, реально, нету, нету какой-то, и люди нервничают, куда он делся, что с ним случилось там, и уже как-то... Вы знаете, Борис Балисович, а ведь это признание, это любовь, любовь зрителей, да, а вы говорите, роднина, вот уже все, Дон Петро. Это разные, это разные вещи совершенно, это разные вещи, потому что из участников этих, чуть не сказал, сериалов, ток-шоу, мало кто реально выдвигается в какие-то должности, в таких единицах. Ну, я же, я же, поэтому я себя ощущаю в каком-то смысле, как уже, как объяснить, какой-то вот, у меня какие-то обязательства возникли перед зрителями, перед каналами, потому что вот, ну, как-то получается так, что без меня уже вот развалится что-то такое вот важное, а люди смотрят все это, удивительное дело. Миллионы людей смотрят, что интересно. Ну, а мне и узнаваемо важно. А такой вопрос, я сейчас не буду спрашивать, кто из этих ведущих глупее всех, потому что вас туда не пригласят. Кто из них вам кажется наиболее умным, по-настоящему? Ну, давайте начнем вот с чего. У нас в интернете там масса людей, которые там во многом справедливо критикуют и Владимира Соловьева, там, и Скобееву, значит, с Поповым, и там, в общем, всех, всем достает. Даже Норкина, который совсем уж такой интеллигентный и, на мой взгляд, самый такой спокойный ведущий. Мне вот это нравится. Но поймите мою ситуацию. Я этих людей знаю, некоторых, как Соловьева, много десятилетий. Я в его шоу участвовал еще в конце 90-х годов. Можете себе представить? Ну, с Поповой, с Кобеевым меньше, с Бояном тоже очень давно, с Ромой. И эти люди для меня просто, ну, я могу по-разному относиться к их политическим взглядам, они мне, конечно, не нравятся, особенно у Соловьева. И к той роли, которой они играют на экране. Хочешь ли хочешь, у тебя складываются какие-то с ними уже личные отношения, ну, хочешь ли не хочешь, да, ну, я не знаю там. По-разному относиться там к человеку, которого знаешь много лет, но тебе трудно объективно реагировать на него. Если по какой-то шкале выстраивать, я бы так сказал. Конечно, самая жесткая манера ведения это у Володи Соловьева. Это чистая правда. Он такой очень жесткий, но он сам себе человек сильный, мощный, там, занимается какими-то единоборствами, там, такой крепкий парень, кстати. Вот. Причем он очень глубоко во все вникает. То есть, с точки зрения как бы знания матчасти, он, конечно, очень силен. Это правда. Но с ним и интересно, да. На другом полисе абсолютно, конечно, Андрей Норкин, который юмор, у Соловьева юмора-то нет, да, у него жестко так, а у Норкина передача вот вместо встречи, она такая, как сказать, мне вне комфортно. Там, во-первых, там сидишь в мягком кресле, это уже большое значение в мои годы имеет. Соловьев надо стоять, тяжело сейчас стоять на ногах. Вот. Ну, и с Норкиным как-то нам комфортно, не знаю почему, мы какого-то, видно, из-за наутиста сделаны, мы с ним комфортно. Где-то посередине вот Бабаян, какая разница есть. Это люди-то как бы мне годятся в дети, поэтому им психологически трудно на меня орать. Тут тоже есть нюансы. Вот Соловьева на меня орать легко, потому что мы с ним друг на друга орем уже 20 лет, да, и мы ровесники. Вот. А тут люди, которые на меня смотрят как на папу, поэтому они говорят, Дом Педро там, вот, вы, наверное, ну, совсем другая стоя. Вообще много личного тут, да. Спасибо. Вы основали Институт региональных проектов и законодательства, и там являетесь президентом по сей день. Расскажите, пожалуйста, он сейчас работает? Сейчас он практически не работает, я объясню, что это такое. Институт я основал где-то, мне кажется, уже лет 20 назад. Это фонд, который используется как оператор моих проектов, когда они есть, да. Вот у меня был проект, я грант получил на этот институт, кстати, вот ваш проект, да, за чистую власть, он раскрылся, набрал людей, работал. Я получил тогда финансирование там на социологические исследования всякие, он раскрылся, работает. То есть это не то, что институт в советском смысле, это просто, можно я скажу, это моя лавка. Если я получил бюджет финансирования, он открывается. Но он юридически, есть налоги, он платит там, там есть директор, бухгалтер, в этом смысле он есть. Другое дело, что сейчас-то нет заказов, но время такое, да, поэтому он сейчас в вернутом виде. А так он существует, да, вполне. Мне было просто интересно, что это за организация. Ну, он, кстати, много чего делал. Кстати, он вот эти конкурсы кадровые, по-моему, все нулевые годы через него шли, да, когда вот я этим занимался в рамках Москвы и Подмосковья. Ну, то есть, можно, кстати, есть сайт института. Да, на сайте я, я на сайте все прошерстил, просто непонятно, там работаете вы сейчас или нет. Там, в общем-то, есть школа какого-то управления, по-моему, что-то такое, местное самоуправление. Это, это долгая история, есть проект, он немой, на самом деле, это, кстати, замечательный проект, его делает Наталья Шевшукова и Юля Галямина. Вот, это подготовка, ну, как бы, общественных активистов в сфере местного самоуправления, вот, в широком смысле, и там активистов, товарищ, собственников жилья, экологов, активистов, там, депутатов местных и так далее. Называется школа местного самоуправления. И, часть школ этой школы проходили в сотрудничестве с моим институтом, это правда. Более того, я сейчас пытаюсь, раскрою секрет, какой-то грант все-таки еще раз выбить уже при новых начальниках администрации, именно на этот проект. Тогда институт, вот, опять, раскроется, будет много людей, все будут работать и так далее. Кстати, проект школы местного самоуправления очень хороший, легко найти в интернете. Они сейчас онлайн-курсы делают, это для тех, кто хочет быть местным депутатом, вообще местным активистом, там, контролировать работу. Минутка рекламы, да, это была минутка рекламы, которую я совершенно не возбраняю, да, сейчас спасибо. потому что нужные вещи делают. Это не коммерческое дело, вы ни за что не платите, то есть это просто вот можно записаться и получить контент, который очень полезен, если вы хотите заниматься общественной деятельностью на местном уровне. надеюсь, все поняли, записали, как это называется, запись все равно будет потом выложена. Да. Значит, у меня, знаете, какой вопрос, коснемся той темы, которая вас беспокоит, судя по публикациям, пестрящим в ваших социальных сетях. Это пандемия, COVID-19 и прочие вещи. Как вы оцениваете поддержку государства, бизнеса и граждан? У меня большая радость. Мне, вы знаете, до сих пор все меры поддержки, судя с COVID-19, меня не касались, не как моей семьи, потому что они касались либо малоимущих, либо у тех, у кого там детки от 3 лет. У меня дети в большом диапазоне взрослом, от 6 до 38 лет, но подходящих детей не было. И вот, наконец-то, решили помочь не только малоимущим, а всем вообще, у которых дети возрасте от 3 до 16 лет. А у меня двое детей еще вот сохранились в этом диапазоне. Поэтому 20 тысяч я вот получу, за что спасибо родному государству. Кстати, деньги вполне заметные, но так на секундочку, я там за обучение детей плачу сопоставимые деньги, так что это полезно очень. Вот. Что касается мер государства нашего. Вы знаете, тут есть как бы две части мер. Первая часть это меры по борьбе, собственно, с эпидемией, вот эти карантины, самоизоляции, а вторая часть мер, это меры по поддержке, ну, там, семей, детей, бизнеса, стариков и так далее. Мне представляется, что в среднем по стране, опять же, меры первого класса, то есть вот эти карантин, самоизоляции, избыточны, а вот меры второго класса, то есть материальная помощь, там, предприятиям, людям, недостаточно. Вот так бы я сказал. Вот. Но есть еще одна история, резко отличающая Россию, скажем, от Италии, там, или от Швеции. Вы знаете, вот у нас в Москве, и, кстати, о многих городах Подмосковья, количество зараженных уже 1% населения, да? Ну, то есть вот у нас есть в Подмосковье районы, где количество зараженных больше, чем в Волгоградской области, во всей, да? Вот, просто, ну, уже на тысячи счет идет, да? Это районы. Ну, вот, Одинцовский, там, Красногорский. И близость к Москве, что вы хотите? Да. Это одна история. Есть, даже в моем родном Подмосковье, есть районы, вроде Талдымского, где вот дача наша, где у меня самоизолировались, там, дети, там, тесть, теща, все там, и Старый Бат, как я говорю. Вот. Там, Талдымский район, по территории больше, чем город Москва, но население там меньше, чем, там, 40 тысяч человек примерно. Это абсолютно разные ситуации. Даже в Волгоградской области, я абсолютно уверен, я не следил детально, но я думаю, что одна ситуация в Волгограде, другая в Михайловке, третья там выловли, какой-нибудь, ну, то есть разные ситуации. Соответственно, и ограничения должны быть разные. Нет смысла загонять в карантин или в самоизоляцию людей в огромном малонаселенном районе, да, где там несколько деревень, поселков, и никто, никого никогда не видел, больные. Зачем? Нет смысла. А в больших городах, да, в Волгограде ситуация такая, средняя, как я понимаю. Ну, так, на фоне Москвы она неплохая, но на фоне там Астрахани вроде похожа, как я понимаю. Плюс-минус, что называется. Вот, но в целом, я вам так скажу, честно, от государств, вот, что действительно зависело от государств, в том числе российского, это спасение пожилых людей и вообще, так сказать, уровень смертности, и по этому показателю мы вроде тьфу-тьфу-тьфу неплохо пока выглядим, то есть у нас уровень смертности он, ну, заметно меньше, чем там в Италии той же, да, в общем, сильно меньше. Вот. Дай бог там даже до немецких цифр не дойдем, то есть речь идет о смертности масштаба 1% пока что, да, в Италии там за 20 заходил. И это все, что может сделать государство на самом деле, по большому счету в этой части. И наше государство с этим в целом как-то справилось, хотя то, что творится в подмосковных поликлиниках и больницах, это отдельная история, надеюсь, у вас такого нет, но там местами коллапс действительно. И то, что государство все-таки ввело самоизоляцию в Москве, этот коллапс несколько сгладило, просто пика не было резкого такого. Хотя ситуация далеко еще не рассосалась, и я бы так слишком оптимистично на это не смотрел. Понятно, что вся эта история не до июня, не до июля, дай бог, до сентября. Дай бог. Какой прогноз у вас до конца года? Есть, наверное, какое-то мнение, пожелание, которое там, в общем... Нет, пожелание есть, чтобы это все быстрее кончилось, как можно, меньше людей бы заболело и тем более умерло. Пожелания, конечно, такие есть, но надо отдавать себе отчет, что Россия очень большая страна и в Москве уже может быть какой-то спад, а очаговые вспышки могут быть в других городах-миллионниках. Я, боже упаси, не имею в виду там Молгоград, да? Вот. И в любом случае у нас на конец лета будут еще десятки тысяч больных в любом случае. Это, ну, как-то вот, ну, непонятно, да? Она сейчас... То есть доплата еще, увы, далеко. Доплата еще далеко. То есть это несколько месяцев точно. А экономика, экономическая составляющая вот до конца года? Потому что этот вопрос сейчас волнует всех. Что вы думаете об этом? кто действительно страдает? Страдает малый и средний бизнес. Причем отдельные сферы совсем там провалились. Но ресторан просто тупо не работает, да? Вот. Я считаю, что на большей части территории России эти ограничения можно снимать. Честно скажу. в том числе, в том числе связанные связанные с работой торговых предприятий и так далее. Если люди будут адекватно себя вести, там, ходить в масках, соблюдать дистанцию, не вижу никаких проблем, чтобы открылись магазины любые, там, не знаю, автозапчасти. Дальше я вот как рыбак, который постоянно едет на волну через Волгоградскую область, могу сказать, что для меня совершенно непонятно, почему вот, не знаю, с собакой гулять можно, а вот рыбу ловить нельзя. Поместите мне, почему человек не может сидеть с удочкой? Разумеется, при соблюдении там социальной дистанции такая, но на Волге, мне кажется, места всем хватит. Ну, как-то так. У нас разрешили на дачу, но не разрешили на Волгу. То есть на дачу едут всегда, да, без проблем. Это беда. Вот, поэтому... Вам кто-то звонит, рвется, вы иногда прерываетесь? Или это... Да, мне ребенок пытается звонить, если я не тот, который нас смотрит, а другой из самоизоляции, который вот как раз, которому 10 тысяч полагается, одному из тех. Ну, я его сбрасываю, потому что не думаю, что я что-то там страшно срочное. Я даже догадываюсь, что он звонит. Я предполагаю. Проверю. Я могу санкционировать покупку очередной какой-то хрени к игре Brawl Stars, которую он играет с своими одноклассниками. Им же всем установили зумы, там, все вот эти штуки, когда они учили. Сыну втором классе в всех лицах, и поэтому они сейчас коммуницируют между собой с помощью, значит, интернета и так далее. Ну, с наклассниками, друзьями, играть в какие-то игры там сетевые, вот там постоянно нужно выдавать ему 300 рублей, ну, в смысле, санкционировать там, покупать какие-то прибамбасы. Целая жизнь у них там большая в этом интернете. Вы сами напросились. Где-то я встречал в источниках про надежды, что он любит компьютерные игры. Это правда? Это да. Я вот, это просто, а во-первых, это снимает агрессию, во-вторых, это интересно. Я действительно играю в компьютерные игры. Вот конкретно сейчас вышло переиздание Resident Evil, ну, снова апгрейд сделали в современном движке, там, вот я в эту серию играю. А так-то она была в конце 90-х, в 98-99 год в оригинале. Это какой жанр? Жанр? Это что-то бродилка какая-то? Ну, бродилка, стрелялка, элементы хорро. Вообще, любимая серия у меня Tomb Raider, Лара Крофт. Это тоже вот с конца 90-х годов играл, все переиграл. Сейчас вот недавно, ну, уже два года не было новой игрушки от них, но в промежутке между Tomb Raider и Resident Evil я сыграл в Assassin Odyssey. Очень хорошая, тоже большая игра. Графика шикарна. Эх. Ну, мне тогда жена иногда ругается, я по ночам играю в компьютерной игре, говорю, слушай, что-то женщина мне угодит. Ходил бы, шлялся бы по кабакам, по, там, не знаю, горным столам, не дай бог, по бабам, была бы угроза для семьи. А так сижу тихо там с монстрами какими-то, воюю по ночам. Стресс снимает, кстати. Это классно, на самом деле. Укрепляет семью. Да, у меня был такой вопрос, давно у меня, я просто знал это, Ходорковский, Михаил Ходорковский, вы были инициатором, вернее, одним из инициаторов его избрания в Госдуму. Почему? Почему вы хотели бы там видеть? Ну, это, да, такая история была. Тогда Михаил Борисович уже уголовное дело было. Да, да. В 2013 году его повязали, там следствие было, и чтобы его как бы спасти, тогда, кстати, можно было выдвигаться в Госдуму до приговора суда. Вот. А я за него поручался в этом процессе, потому что мы с ним сотрудничали много лет, кстати, Ходорковский выделял приличные деньги на полезные дела. На его деньги мы, кстати, провели интернет во все школы Подмосковья, там, я помню, там учителей обучили, целая история. Но это событие, наверное, конца 90-х годов, начала голевых. Естественно, поскольку он сильно помогал школам Подмосковья, я был депутат подмосковный, я, соответственно, за него поручался, когда его там арестовывали, и, значит, потом, когда его выдвигали, я, естественно, его выдвинул тоже. Мы с ним действительно тогда много взаимодействовали. Все, теперь я понял. А вы с ним сейчас общаетесь? Нет, ну как с ним можно общаться? Он там, я тут. Ну, что, мы с вами общаемся. Давайте так, в Ходорковске не финансируют никакие мои проекты, боже упаси. А вот, смотрите, нам тут задают вопрос. На сообщение относится к тому, что мы не говорим в заблуждении пока что. Да, Борисович, нам тут задают вопрос, знаете, это не часто бывает. Хотелось бы узнать, что случилось с Соловьевым, почему вам не дают слово сказать на своих передачах. Ну, по-моему, это не так, он дает слова. Я же говорил, Соловьев у Владимира Рудольфовича резкий, и он сам заводится. С точки зрения такой, классической журналистики, то, что происходит, это черт знает что. журналист, а он ведущий журналист, он должен занимать нейтральную позицию. Но он ввязывается в драку. Я вам могу раскрыть секрет. Если Владимир Рудольфович начинает на меня орать, и мы с ним начинаем ругаться, это часто бывает. Это означает, что, по его мнению, мои оппоненты не справляются со мной. Вот. И он начинает ругаться. Буквально за час до эфира смотрел какой-то ролик Ютьюба с вашим выступлением перед Соловьевым, где он там полощется, и в общем там перепалка была. На самом деле вы там с ним поругались. Все остальные стоят, смотрят, ковыряют носу. Может быть, как раз тот случай, да. Как раз тот случай. Я вот в этих поединках его или к барьеру участвую где-то с конца девяностых годов. Можешь себе представить, да. Поэтому, естественно, мы с Владимиром Рудольевичем доходим до ужасов, угроз, проклятий. А потом заканчивается, ему как-то уже так спокойно говорим. Ну, 20 лет очень занимаемся. То есть, потом все, в общем, камера, мотор закончились, и вы уже все общаетесь нормально, да? Да, но это не значит, что мы как-то придуриваемся. Вот в этом, кстати, и сила ток-шоу. Я же не случайно сказал, что это сериал. Но в отличие от сериалов, здесь каждый играет сам себя. Здесь нет никакого сценария. Некоторые думают, что нам там согласовывают текст, ничего по полной, ерунда. Никакой цензуры нет вообще. Совсем. Просто ее нет. Говоришь все, что хочешь. Значит, соответственно, поэтому здесь сила ток-шоу в том, что люди играют сами себя. То есть, они не придуриваются, не входят в роль. Они вот то, что думают, то и говорят. И в этом сила. Потому что реально сталкиваются разные точки зрения. Но я бы не назвал условия равными, это точно. Потому что, как правило, одного либерала, вроде меня там, оппозиционера, там, три-четыре в таких видных единороссах. Но я, мне же не привыкать. Я в таких условиях политикой занимаюсь уже много лет. А кто еще там выступает как либерал? Я почему спрашиваю? Я не силен в этих ток-шоу, у меня как-то мимо сознания все проходит. Ну, как, вот, много, достаточно. Я же не хожу. Другое дело, что тут есть нюансы, правда. Многие могут сказать, ты, Надеждин, такой добрый, плюшевый, мягкий, поэтому тебя зовут, а вот Навального не позовут. Да, это чистая правда. Есть более жесткие люди, более такие мощные, чем я, конечно, и как Навальный, которых не позовут. Ну, тут уж что я могу сделать? Если бы я был ведущим, я бы его звал. А как вы относитесь к нему как к человеку? Вот, опять же, вот, в чем, почему мне сложно как-то оценивать отвлеченно, там, не знаю, Ходорковского, Навального, Соловьева, потому что я Навального знаю, можно сказать, с его детства. Ну, не с детства, конечно, когда ему там было 20 лет, он в Яблоке был активистом, потом он работал в СПС времен Никиты Белых, где я тоже был одним из вождей. То есть, как бы, я его знаю, значит, очень давно, и я считаю, что у него потенциал огромный. У него есть ряд недостатков, для того, чтобы стать действительно крупным политиком, нужно иметь некоторые свойства, качества, которых у него нет, и пока не видно, откуда бы они взялись. Например, как бы, политик должен вокруг себя создавать не врагов, а оппонентов, наоборот, друзей. У него есть одна особенность, он, по-моему, с кем только не прирубался, из, как бы, класса у близких. Это вот, есть некая проблема, ее можно преодолеть, можно решить, надеюсь, он с этим справится. Иногда мне кажется, что он слишком жесткий и совсем объективен, но он находится в драке. Вот он находится в драке. Это надо понимать. Это интересно. На самом деле, многие об этом говорят, и это видно. Видно, это агрессия. Вы сегодня без гитары? Аж у нас ходить за гитарой. А я просто спросил, вы же поете по гитаре? Я сижу на кухне, видите, за мной в холодильнике. А я могу сходить за гитарой в кабинет, там есть гитары. А я сейчас скажу, сможете или нет. Да, сможете. Есть пять минут до конца эфира. Это будет классный заключительный аккорд, потому что в этом времени ни разу никто не пел. Мы ждем Бориса Борисовича, он сейчас принесет гитару. И на этой мажорной ноте мы и закончим. А я слышу уже. Спасибо, спасибо. Так, ну вот. Так, а вы правша? Или у вас переворачивает? Ой, я не знаю. Вы какой рукой бьете по струнам? Ну, не как полмаккартный, обычным образом. Все, я понял, нормально. Я немножко разыграюсь. Время терпится. Ну и так далее. Что, спеть надо, да? А почему бы и нет? Ну, если не стесняетесь. Если вы гитару уже взяли в руки, все. Тогда не стесняюсь, что. А потом, кто слышал еще надежды с гитарой? Ни на одном ток-шоу не было. Ничего на свете лучше нету, Чем бродить друзьям по белу свету. Тем, кто дружин, И страшны тревоги. Нам любые дороги дороги. Нам любые дороги дороги. Ну и так далее. Я просто крайне редко... Я не стал петь, я все испорчу. Мне говорят, какой резонт В твоих палатках на снегу Мне говорят, не тот сезон А я иначе не могу А я люблю гонячих С пахучим привкусом дымка И все глядеть в глаза твои Селеноватые слегка Ну и так далее. Я могу долго играть. Я извиняюсь, залажу. У нас человек не готовился. Да, это классно вообще. Я редко просто беру гитару. Борис Борисович Я уже понял, что могла жизнь сложиться и на сцене. Борис Борисович, спасибо вам большое. Я буду физикам-теоретикам, А еще более следующий. Буду бардом. Ну... А сейчас какая жизнь по счету? Стесняюсь спросить. Ну, первое, наверное. Жизнь-то она одна. В чем дело-то она одна. На этой мажорной ноте, на этой мажорной ноте, позвольте завершить. Просто большое спасибо за исчерпывающий ответ и за такой интересный эфир, за эту песню в конце. Будете проезжать в Волгоград. Ну, в общем, телефон вы знаете. Я постоянно проезжаю в Волгоград. Так вы все что, мимо, мимо проезжаете. Да, теперь вы можете меня набрать, и мы обязательно увидимся, потому что я с удовольствием. Главное, чтобы разрешили рыбалку, сняли эту самоизоляцию. А то... Ну, у нас с завтрашнего дня можно бегать. Я не знаю, что это значит. Можно ли рыбачить, можно уж ходить, можно будет бегать. Да, нельзя. Я связываюсь с ребятами, которые там на базе сидят у меня на Волге. Нельзя пока, к сожалению, не продают путевки. Ну, это не на всю жизнь. Да, поэтому, в общем, я с голосом. Зато, может быть, рыба расплодится, и когда-нибудь, когда снимут карантин, судак, щука и жерях будут как раньше, в старые добрые советские времена. Я понимаю, о чем вы, потому что я рыбачивал с отцом. Это было до 97-го года, когда я уехал в Тулу. И действительно, рыба уже не та. Ну, в общем, я гуляю с сыном на природе. Я вижу, что животные повылезали. То есть я вижу цапель, я вижу черепах. В общем, все это, живность гуляет, и я думаю, что рыба тоже вернулась. Тем более, у нас тут начали заливать пойму, поэтому, в общем, рыба будет. Ну, главное, чтобы энергетики не нахимичили, как в прошлом году, когда они спустили воду в мае, и вся икра осталась в кустах. Соответственно, хищник скатился. Ну, это о нашем табасском, это я могу долго отдельно. Они вот сейчас держат высокую воду уже, наверное, середина апреля. Ну, это хорошо, потому что рыба от нее лепится, она зайдет, и ладно. Что-то хочется, хочется сказать, так выпьем же за то. Да. Спасибо вам большое, все будет хорошо. Спасибо, спасибо. Будьте здоровы. Дамы, товарищи, благоградцы, не болейте, что все, все... И вам того же, да. И вам того же. Там Москва у вас вообще какой-то кошмар творится. Не болейте, не болейте, берегите своих родных. До свидания. Продолжение следует...